всем привет это канал красного герцога и игра kings bounty и 2 и сегодня мы продолжим приключения нашей магички енифер и катарины в королевстве нострия я тут не на запись немножечко побегал зачистил округу от всякого полезного хлама оторвался такую шапочку папочку вот плюс один военное дело теперь меня его плюс 3 урон союзных отрядов увеличен на 2 и 4 процента ну и еще кучу хлама нашел еще свиток нашел вот слабость все остальное это хлам на продажу и руку еще одну нашел кстати да пойдем сразу тогда руку воткнем посмотрим что будет и вообще будет ли то есть к чему нам это и двинем дальше по сюжету так объединяем не работает поднимем одну из рук поднимем сундучок сундучок это хорошо статуи называется выпьем еще приятель давайте посмотрим что у нас в этом сундучке монетки еще шапка походная свиток опыт предков и мана так что за шапка а шапка здоровье плюс один вот как говорится вопрос что лучше здоровье плюс один юнитом или же увеличение военного дела урона увеличения ну-ка где моя армия кстати ребят как-то маловато было бы неплохо под добра добавить а я чё-то как-то не обратил на внимание где у него здоровье шестьдесят четыре пятьдесят девять шестьдесят один и будет плюс один каждому ну-ка плюс один каждому или и юниту или отряду так как тебя менять то господи вот space ну-ка ну шапка те конечно больше 65 до на отряд больше плюс один ну как-то это как-то по моему не фонтан будем ходить дурацком железном колпаке так чё там еще еще свиток опыт предков увеличивать на 50 процентов опыт получаемый героем за победу в сражении действует три сражения интересно кстати очки талантов у меня есть одно очко его можно куда-нибудь потратить на прокачку уровне надо два очка кстати кстати о талантах магия жизни и света магия смерти и темы смерти и темы слабость наносят минимальный урон а здесь луч света прожарочка устроить да еще и в начале 8 может хорошая штука так а это кстати вообще изучение недоступно а давайте тогда магию жизни и света и добавим мы же маг мы же крут крут не 56 этих самых теперь я могу вот школа жизни света у так и изучить как его изучить вот так его изучить отлично теперь я смогу жарить этим всем это хорошо так 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 кого-то не хватает плату и не хватает для наша плотва плотва камон будет плотва раз уж у нас енифер где-то тут неподалеку геральт значит кобыла наша будет плотвой даже если это конь особенно если такой так шо у нас тут шо у нас тут древние сказания использовать и и чё и чё случилось я не я я не знаю я чуть не заметил никаких изменений но что-то наверное случилось ну ну ок ок что-то случилось но можно было бы сказать подробнее хрен с вами так ну и вот опять же да надо ехать и вертеть башкой потому что где-то может быть закуток а этот путевой камень где-то вот здесь например об может быть закуток хотел я сказать а тут понимаешь сюжетка какая-то голем и пришли какие-то они недружелюбные своих болванчиков без присмотра надо бы его найти шо у нас тут объявление внимание всем особенно лесорубам и охотникам у ведьминого камня очередной обвал големы расчищают дорогу если кто-то попытается опять пробираться этим путем до окончания процедуры сбивать моих големов с толку то знайте я настроил их на боевой режим всякий кто попробует пройти через ведьмин круг до окончания расчистки будет поколочен макроссу смешу предлагается нормальному герою предлагается идти в обход да хорошо сейчас пойдем обход опять куча барахла который надо куда-то сбагрить сундук у нас я надеюсь без без размерный так и чего вы мне скажете ничего не скажете просто а вот можно давайте поговорить а напасть я могу на них интересно так ну мы это делать пока не будем ребята заняты важным и нужным делом защищают там что-то поэтому пока отойдем другую сторону посмотреть у нас здесь интересненького есть тут вообще чем-то интересненькая нет у нас тут ничего интересненького здание задание обновлено руины новой надежды снять щит россума что за руины новые надежды дожди что задание руины новой надежды а то есть это моё основное на в дубках у нас тоже пусто руины новой надежды dndd вижу мага который так вот бастиан был прав проклятый голем и стоят у меня прямо на дороге что же делать драться или поискать мага который сладится не при помощи заклинания сражаться с големами почти так же тяжело как с ожившими скалами наконец-то я вижу мага который наверняка умеет управлять големами вот только он отградился от мира магическим кругом я не могу до него докричаться если я хочу чтобы он помог не с голем и придется найти способ снять его магическую защиту кажется надо активировать руны в определенном порядке это награда так подожди сейчас дойдем до этого сначала опять же осмотримся может чего интересного найдем тут какой-то проход мы найдем до которым у нас есть что то есть канделяда секретное помещение заглянем он кучка барахла хорошо обшарим обязательно шкура медведя блин плохо что я не могу здесь взять и посмотреть надо сначала взять потом лезть сюда и смотреть и предмет для продажи понятно мельница резной зуб дракона тоже предметы продать ёшкин кот может амулет какой шкура медведи сундучок золотой кубок чувак привет как тебе тут грустно то было мало тоже сидел на цепи так еще и топором зарубили брошь и колокольчик колокольчик бесполезный хлам брошь я так понимаю тоже на из полезных вам понятно кучу барахла именно что буквально я здесь и насобирал здесь еще кучу барахла и книжка трактат руанских ведьмах отрывок из книги флавия острослова ну вроде часть 1 кстати первую часть я так и не нашел здесь в этом городке сказаний тех самых дуарфов ну давайте почитаем малоизвестный факт у первого настрийского архимага навидиса было несколько учениц история сохранила именно нескольких из них билинда карабас и амаранта но маги канклава оспаривают их права называться их права называться учись ученицами навидиса дело в том что он ушел из неизвестность после 93 трех лет архима же ства а ученицы у него появились лишь последние 20 лет его преподавания ну сами подумайте мы читатель чему можно учиться за 20 лет а эти ветреные особы не только стали звать себя и ученицами но и сами стали брать учениц маги канклава выразили так называемым ведьмам свое недовольство но все издорные дамы проигнорировали их в ответ маги канклава подвергли вверх подвергли ведьм астракизм с тех пор они отправились в изгнание однако спустя полвека появились упоминания двух сестрых ведьмах что ведьмуют внизу вих руаны есть у меня здоровое подозрение что это есть и самые изгнанные ученицы отлично немножко лора о лечение а лечение у меня кстати или нет подожди я не помню венус книжка то откройся алё нет мне кстати надо изучать а давай правда мне всего 16 маны осталось ну надеюсь мне этого хватит зато теперь понимаешь я действительно похож на мага пара атакующих заклятий и заклятие лечения можно помахаться теперь только вот главное чтобы в бою все это можно было применить план давайте посмотрим что у нас здесь верхнем на на колодец руна коснемся руны и чё произошло ничего не произошло а чё руны то ну руны и чего у нас с рунами а книжка в начальный учебник муру магических а также словесности этарк в основе магии антары вы существует древний рунический алфавит из 26 рун он называется этарк сие есть произношение пяти руна алфавита р пти то звал от это и кор азбука короче относительно происхождения алфавита имеется ряд разных версий но вероятнее всего и придумали его придумали древние эльфы в пользу этого говорит тот факт что общепринятые названия рун дрель древние физки и тарик понимают все королевские маги не специальный курс по нему читается на на факультете общего гнозиса школы магов многие магические трактаты записаны руническим алфавитом его можно встретить на древних алтарях и артефактах и даже на личной печати архимага кейтера на отдельные руны и группы рун также встречаются в настрийской геральдики также при помощи алфавита это их записываться алхимические формулы и числа в тех случаях когда маги хотят скрыть истину от непосвященных ниже мы даем список названия список название рун и дословный перевод и скрытый смысл бла 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 26 рун хорошо и чего и чего мне с этим делать коснуться дингир сайт пор и чего мне надо коснуться рун в том порядке в котором они у него там нарисованы что ли ну давай попробуем иногда вот это сначала потом вот это а потом вот это готово действительно очень сложная загадка хорошо макроссом и войны голем и источник маны полтосик получен получено какое-то переполнение маны 50 маны я получил класс русом вы же из заключенных что вы здесь делаете принц адриан освободил меня я следую в марцелл удивительно вам простили покушение на короля я был уверен что сперва иссякнет вся мана и золото станет дешевле глины да не травила я этого болвана может и так может и так чудные дела творятся в острии так что заставило вас прервать мою медитацию ваши големы росум они преграждают мне путь уберите их раз вас вызвал сам принц адриан так тому и быть только не подумайте что маги всегда работают бесплатно эрблите и мобилатус и все так он получит еще дал до свиток каменная кожа она у меня есть на это у меня есть встретить атриотанц или все то есть вот это вот все надо ну чё то как то чё то как то странные какие-то здесь квесты то есть мы просто подошли искали чувак а то убери големов мне проехать надо окей поезжай неожиданно неожиданно а где же 48 заданий сбегай принеси мне то и вот это вот все это точно рпг или что это так ни хрена здесь нету да мы бы здесь просто махач устроили с големами если бы мы решили пройти на пареньке так не сюда латвичка сейчас ведь опять слезать придется давай 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 освеживается она там уж не беренгари это наколдовал что а вот это возможно кто хочет чтобы я посетила эту заброшенную деревню ну хорошо тем более найдет прямо у нас в общем то на пути говорится как не посетить когда она вот она тут ну так я все это башкой верчу поэтому камера может немножко дергается чё туда как-то фпс ки начали падать так это отряд а справа за домами видна башня мага а это отряд которым нам надо встретиться ну давайте сначала сюда сходим опять же собственно шаг сделал с лошади слез шаг сделал с лошади слез романтика шкура лисы слушать я надеюсь торговец скоро будет это у меня там барахла уже полный инвентарь надо куда-то скидывать так пойдем посетим заброшенную деревню шоу нас тут интересного есть ничего тут нет очередное мертвое поселение это все конечно интересно правда интересно вот руны какие-то как раз нарисованы вот тот момент когда начинаешь думать какого ж хрена у меня нету журнала записи всех записей чтобы взять и посмотреть как я этой как это ирюна называется наверняка же это будет иметь значение вот да так вот это конечно все очень интересно но я вообще хотел бы это уже как-то я все-таки несколько вну игру планировал поиграть конечно люблю рпг ушечки но я хотел дорогая тетушка пишу тебе потому что меня переполняет радость сегодня наш хутор наконец прибыли королевские маги присланы из самой столицы люди они весьма необычные я бы даже сказал мне с некоторой сумасшедшенкой но спору нет весьма умелые пользы от них немного маги при помощи колдовства установили мана колодцы и началась наконец настоящая жизнь потому что маги поставили специальные камни которые обогреваются маны из колодцев и теперь у нас весна посреди зимы мы устроили всюду проники насадили овощей и даже ягод скот у нас а теперь в тепле а из и за будущее я более не беспокоюсь с такими магами я уверен мы перезимуем самым наилучшим образом письма с нагорья найти все старые письма ну чё я смотрю да зима удалась на славу все было отлично но магия как мы знаем из любой фантастической точнее фэнтезийной книжки или игрушки и все заколотили или игрушки хлебом не корни как ведь пытались здесь как-то жить как любят всякое всякие эксперименты это я тоже могу подобрать на могу еще письмо милая тетушка мы благополучно достигли альбегойского нагорья и расположились на нем лагерем места здесь весьма пригожие хотя общего с родным нам ларианом почти ничего нет сегодня утром начали расчищать лесу делянки под посевы я в сомнениях что исследовался из что и когда следует сеять но решила положиться во всем на мнение старейшин коровы которых мы взяли с собой не желают пока что доится так что молока и сыра нет из пропитания у нас лишь припасы которые мы взяли с собой когда они закончатся вся надежда будет на лесную дичь и новый урожай увлекательнейшая история прям не оторваться и снова руна да явно маги что-то тут на крутили собакин какой-то ли собакин твоего не завоющий холод как они вообще здесь жили и же читала только что в письме шу за глупые вопросы и же только что прочитала так сплошной лутинга всякого барахла милая сестра пишу чтобы поделиться с тобой слухами которые взбодоражили всю нашу общину пастухи на дальние заимки сказывают что по ночам слышат громкие звуки невидом природы а один из них клянется что в трезвом в трезвом виде наблюдал снежных гигантов огромных как бы людей которые уверенно ходили где-то вдали и даже вздорили между собой каждый из этих гигантов имеет рост как сосна и против такого не выстоит даже сотни копейщиков но самая худшая новость еще впереди в колодцах которые вырыли королевские маги совсем иссякла мана а по магии не знали что мана в этом мире конечно вот это действительно плохая новость дорогая сестра пишу тебе слабеющей рукой на хуторе свирепствует болезнь которую следующие люди называют оспой лечение от болезни мы не знаем но пробуем самые разные средства от ивы коры до помета дикой утки надо было печень один к миллиону разводить очень помогли бы королевские маги которые поговаривают уже много лет знают чем-то оспу лечить но где эти маги мы написали прошение в столицу и отослали с гонцом но там пока молчат вчера на совете общины мы приняли решение возвращаться домой пусть хотя бы кто-то из нас вновь увидит родной лариан птичку жалко так жилетка горожанина чем она получена жилетка горожанина жилетка горожанина лидерство плюс 10 броня плюс 1 лидерство плюс 10 это вот до магу мне лидерство надо качать потому что она в общем то такое себе так а у них броня вот она до 13 процентов 6 1 здесь броня плюс 1 то есть с ними я сейчас это волки вообще с броней нулевой останутся слушаем и броня тоже нужно а сколько я смогу нанять и как вообще посмотреть сколько я могу нанять по 40 150 ладно давайте пока потаскаем будет армия будем ну смысле на им армию тогда там будет видно как чего кого слушать оттуда как наверное можно будет переправиться да надо будет попробовать чтобы лучше оставить броню потому что вот тут броня нужно тут заметно лучше лучше с броней чем без брони так сколько четыре из пяти да у меня одно письмо осталось не найденным а что тут у нас песен песен что ты хотел не сказать ничего только еще одну еще одну руну показать ну окей только я все равно не знаю нахуй это надо и что мне это дает врача на зря вот 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 ты сейчас зачем это сказала давайте осмотрим опять задание с тылой кости осмотреть руины просто у меня примерно такое же ощущение какая-то загадка знать бы подсказку по поводу вообще всей этой игры извините конечно не не то чтобы она мне не нравится но просто как-то странно пока дуют ветра на горе я северо-западный сменяется на юго-восточный затем на юго-западный оседлай ветра и ты увидишь путь северо-запад юго-восток юго-запад осталось найти компас так вот компас у нас наверху севера запад юго-восточный юго-западный загадки прям чудовищно сложные не для средних умов а чуть я тут открыл то ой ага играет а мне сюда и надо было что поговорить с хранителем башни так подожди что ты там постой я так понимаю ты уже никуда не денешься и вообще мы вполне можешь подождать ты не впервой тебе ждать а я не могу пройти ну ладно и все ты можешь очень много всего ждать беренгарий хвала создателя меня услышали у тебя получилось решить загадку портала значит ты определенно не дух тьмы но кто же ты это ты меня сюда привел знак на дороге твоих рук дело моих хотя они плохо меня слушаются к счастью мне хватило сил создать утреннюю звезду она и привела тебя ко мне какое старомодное название откуда по классификации каталога моргиза конечно а эфирная печать закрывает вход на кладбище мое имя беренгарий когда-то я со своими коллегами искал возможность согреть альбийское нагорье при помощи магии рун теперь я многое знаю о рунах но эти знания не спасли меня от холодной смерти посмотри на меня я поняла ты работал здесь еще до архимага альберина многие годы с тех пор я жду возвращение людей сюда в благодать но нет мне покоя от духа тьмы и его подручных кладбищенских упырей давно начертал я на стенах домов охранные руны но их сила иссякла скоро дух тьмы захватит улицы благодати я слаб и немощен прошу обойди руны и прочитай мантру силы вот она арго вирс эмага да слаб чувак отощал по совсем не кормят видимо он ребра проглядывают а вообще конечно маг это навсегда и раз став магом не бросишь это дело даже после смерти младном так здесь я до пройти не могу мне предлагает убираться обратно в портал окей и мы выходим здесь же дам ясно так начнем надо обойти руны вот эти вот все что здесь по написаны и счет там пробур мотать здесь благочинно обитает королевские маги чьими неустанными трудами ума на колодцев земли альбигойского нагодья счастливо обогреваются ну да ну да мазь авиалия что нам дает мазь авиалия и какое место надо им мазать никакое надо его продать чертой мать а это мы сюда вот тут вот тут то есть этот портал нужен чтобы вот чтобы вот тут вот ну блин ну ну ладно 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 я постоянно стараюсь напоминать себе о том что это просто у нас карта опущена точнее камера опущена к земле а так это все та же с добрая старая стратегическая карта неспроста ну да здесь мы ровно не коснешься в общем надо зачитать 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 рэпчик вот над этими над этими рунами светящимися и тогда у нас все откроется вот да на старый добрая стратегическая карта на которой в общем то вот это вот все совершенно нормально мы насытили руны силы и еще лет на 300 до чтобы скелеты не беспокоили всякие мертвые духи то есть другие скелеты так это у нас будет 2 я уже честно говоря забыл где они там были еще но это здесь в терет на территории деревне а вот еще 3 арго вирс 4 нет не здесь наверное вот там направо к этой самой колодчонки да это не клодчонки чё там переправлю это здесь должно нет они это где же было еще одежи было еще один ровный я помню где-то она была да здесь где-то вроде нет устанавливай записи смотри на записи так ладно сейчас найду а ну да в самом начале замечательно опять же очень увлекательное задание интересные такие не сразу поймешь что делать злобно иронизирую на потому что уже с ковком я бегу полчаса боя все еще не случилось сила охранных рун лишила духа тьмы части его сил и я смог покинуть башню но я все еще слаб я уже рассказывал тебе а его подручных кладбищенских упырях они терзают могилы и голодают стыла и кости погребенных необходимо остановить это бесчинство и уничтожить самого духа а воевать с ним придется мне так и думала что этим все и закончится именно если дух изгонит меня благодать навсегда станет проклятым местом а мои исследования прекратятся обещаю после того как ты уничтожишь армию духа тьмы я отдам тебе все ценности что остались в нашей обители магов я снимаю эфирную печать ты можешь пройти на кладбище да я в общем то все ваши ценности уже выгреб но тем не менее наконец-то у нас бой мой можно пойти повоевать что мы с радостью наконец-то сделаем но сначала залезем вот сюда тайничок кто там топает кто-то топает скелетики и еще какая-то хрень ну пойдем помашем ся ой ой и все такие радостные и довольны это кто это у нас дух и тьмы одна штука 2 ранга ну уроны всякие разного у него раньше урона он дальний дальник умение безумие в свой ход атакует ближайший отряд инициатива отряда плюс 3 выраняете сопротивление слушать их хреновая штука не жить иммунитет к эффектам чума и кровотечение эффекта воздействием на разум безумие контроль разума магический окова проклятье страх мне уже нравится нежить в этой игре я уже хочу раньше это понятно луч слабости дистанционной базовой атакой наносит магический урон из вероятность 50 процентов накладывает нас нефть на цельсию эффект слабость парит может преодолевают преодолевать небольшие препятствия и перепады рельефа и взявимость к магическому урону плюс 50 а вот это хорошо зато сопротивление к яду но я его травить и не собирался а там кстати можно сразу всех вот так вот так скелетончики опять же рукопашный боец костяной урод на то так стрелами снижен на 50 процентов круто уязвимость к огню сопротивление к и радам марш ускорение плюс 2 скорость броня плюс 25 и упыри наносит 21 урона выбранному отряду противника затем добивает всех раненых бойцов проклятый базу атака накладывает проклятие короче атаковать нам нельзя давать им да так инициатива 3 3 4 скорость 4 скорость 2 здесь неважно ну самый быстрый 4 до инициатива 3 у меня с инициативкой все похуже 345 то есть уху ху 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 повезет если я буду ходить первым да на может быть будет ходить первым он какой там был у нас расчет то если инициатива равная боли выходит первым тут у кого больше скорость если скорость равная то дальше я уже не помню ну ладно давайте посмотрим что нам тут придется делать так 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 вот у вас скорость 4 1 2 3 4 у меня дальников кстати нет вообще да на меня скорость 4 на 1 2 3 4 у вас 1 2 3 раз два три вот все таки вопрос а первый хожу я все первыми ходим и мы значит первым ударом я хреначу по этому козлу чем-нибудь атомным и тогда опять же играем от обороны остальное пусть подходят сами первый раунд 28 маны и это офигеть как круто луч света испепеление 52 73 бам от души 90 урона и там еще испепеление на него повесилась второй раз я сейчас не смогу это понятно ожидал очку ожидал очку говорю ах ты добежали да я забыл добежать добегаете убили мне одного пёселя так вы у нас атака отбег от отбег то есть если что вам не ответят я так вижу эту штуку внук блин я не понажал ладно а еще ты сделал в собак кинул или в кого я не понял блин ладно ну ну окей хорошо очень но главное что все живы это хорошо так и чего я теперь могу еще в оборону идти замечательно так подожди это вы это волки удары отступления у вас удары отступления ну давай ударим и отступим а то есть все равно пока укололи а здесь кровотечение как раз ну попробуем хотя у них иммунитет наверное на кровотечении тайм до иммунитет там нечему кровоточить кровоточить так нет раунда а все еще до руки и вот теперь можно на чудо жарить или он сам сдохнет или все-таки дожарить два маны лабость или своих полечить или каменную кожу нацепить прям глаза разбегаются ну давайте дожарим наверно а то он мне не не нравится в принципе так ты у нас бьешь да ну а давай пусть здесь обходит остатки скелетов ну скорее всего конечно все надо было наверное это два три ну-ка подожди доходим доходим и стучей и мы садись скелет на пике ну пока все бои в общем-то достаточно простенько проходят чё одного волка мы потеряли ничего страшного точнее волка пса боевого наше она вот 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 отчет я не понял из 3 300 а где этот самый пополнение деньги есть а почему я не могу пополнить отряд странно ну ладно все с тыл и кости задания обновлено можно идти сдаваться единственная хочу давайте сначала мы осмотрим тут все а ты кто такой а ты есть беренгари ты здесь тусишь вернули тебе кладбище на вот дом родной у тебя тут исследование длиной в пару веков понятненько понятненько дорогая сестра первые заморозки сразу же показали как суров этот край местная природа не знает слова постепенно через неделю после заморозков грянули морозы да такие что наши лодки в мерзли в реку арепа со свеклой превратились в льдышки прямо на грядках снег валит количестве несметным мы едва успели спрятать сарай сена заготовленные для коров собаки надрываются с утра до ночи в лесу все больше волчьих стай даже думать страшно что будет если они доберутся до нашего скота ведь урожай был очень скудным думаю тебе уже не до скота отнести письма беренгарию как неожиданно воинский памятник опять же вот получено военное дело ну здесь хотя бы понятно что мы получили а вот там человек получил я так и не понял все письма собранные задания выполнены надо сдаваться получать награду за то и за другое я так понимаю да и двигать дальше и двигать дальше пойдем сдаваться я нашла несколько писем здесь на альбийском нагорье не желаете на них посмотреть тебе удалось их найти да я помню вот это писала сильно она всегда была чем-нибудь недовольна он она там четвертым камнем славный был парень огромный как скала всем этим письмам не суждено было увидеть своих адресатов их так и не успели отправить мор холод исход авторы этих писем выжили если конечно особенно то которую в могиле нашли успели уйти но их потомки вернуться когда альбийское нагорье станет теплым и гостеприимным они обязательно вернуться тогда я покажу им письма их прародителей что ж ты уже все продумал пусть останутся у тебя в самом деле благодарю тебя теперь я смогу продолжать свои исследования и когда-нибудь заставлю погоду этих суровых краев подчиниться мне у это будет не скоро наверное даже я не доживу до твоего триумфа беренгари будешь таким же скелетом и добьюсь своего тем более мне помогут в этом те кто еще недавно норовил сгрызть мои кости что-то мне подсказывает у кладбищенских упырей появился новый хозяин все ради процветания альбийского нагорья чудесного северного края ради него я готов повелевать мертвыми быть некромантом тем угодно и ты если захочешь можешь воспользоваться их помощью я готов подчинить их тебе осторожнее беренгари некромантия затягивает недолго и самому стать духом тьмы а то и хуже а торговать и мы теперь за выполнено задание что получено в награду ничего ну короче мы теперь можем здесь до нанимать нежить упрей и скелетов собственно ну сейчас я это делать любом случае не буду мне деньги нужны и все такое ну а в остальном в остальном задание а выполнено где наш плотва чем получается как то вот так у нас пока да фактически один бой на серию это ну как не радует как совершенно не радует я рассчитывал на больше ладненько с этим мы закончили осталось собственно двигаться дальше по сюжету правильно правильно игры правильно игры больше ничего нет дорога в марцеллу руины новые надежды бла-бла-бла щит снят росом оказался к счастью твой позади можно следовать батильским вратам а это был у нас добка да да остыла и кости письма с на горе вот кстати да варианты упоминайте утихомирить гумали гольму с помощью хозяина или уничтожить вот силой да это у нас искусности я тогда получил очки таланта до и сила можно кстати взять магию смерти и тьмы либо искатель с агро вещь награда в тайниках трофеи возмездие а чё у нас здесь есть коварный маневр а ну там что-то какие-то шансы у нас есть бананс анархии а вот кстати кстати баланс чтобы а войска разных этих самых не конфликтовали тренировка отряда 10 процентов больше опыта плюс 5 по сопротивлению плюс 5 брони плюс 3 к военному делу а лидерство где вообще у нас вот она наверное нет это опыт героя милосердия где лидерство то интересно натиск ворота барона но это личные какие-то до который правда вот военное дело на 20 процентов охренитель компетентность милосердия слава вот плюс 150 к лидерству чего так силы и тьма есть вообще что-то земли льда магия странствий школа смерти и тьмы есть слабость а это я даже не знаю что ну вообще как бы могу то конечно хорошо бы все изучить с другой стороны да у меня порядок и тот самый сила это же надо бы ребяток примерить искусность я вообще кстати ни одного и не этот у оба этих самых да с другой стороны мораль пока нейтральная давайте я лучше все таки вот это вот возьму магу магия и изучу ее вот так все давайте тогда на этому серию закончим адриан твердо настроен со мной встретиться раз послал сюда столько людей не даст сбежать а ты уже собиралась ну окей в общем тогда на этом вот так закончим вот такая получилась серия игра продолжает в общем-то держать марку 70 процентов rpg 30 процентов собственно в бою боевой тактики стратегической тактики если вам понравилась эта серия ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии делитесь впечатлениями а в этой игре о моем прохождении о моем канале об этой серии подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны также обязательно подписывайтесь на группу вконтакте ссылочка есть в описании ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока